Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Я вас продолжаю знакомить с побережьем возле Одессы. И сегодня мы приехали в Грибовку. По рекомендации моих друзей я остановился в отеле Ирина. Он находится в центре Грибовки, вторая линия от моря. Друзья его хвалили и, собственно, мы заселились. Мы вам сейчас покажем поселение. И также я попросил администратора, чтобы мне показали разные типы номеров. Идемте смотреть. Ну что, мы подошли к рецепции. Идемте поселяться и смотреть номера. Вот рецепция. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Спасибо большое. Мы с вами по телефону созванивались, договорились о том, что мы у вас поживем в сутки. Мы хотим с нашим оператором снять себе номер. И хотим показать другие номера вашей гостиницы. Почему? Мне друзья порекомендовали ваш отель, они у вас отдыхали, сказали, что им очень понравилось. Я снимаю побережье, я снимаю все Черноморское побережье, которое есть. В Грибовке мы еще не снимали в этом сезоне, поэтому решили приехать. И первый раз сразу попадаем к вам. Я думаю, это хорошо. Это приятно, что рекомендует наша база. Поэтому, пожалуйста, для начала поселите нас, порекомендуйте нам хороший номер. И покажите нам еще варианты. Я так понимаю, что у нас есть разные типы номеров по цене, от и до. Да. На сегодняшний день есть стандарт у нас с общий балкон, третий этаж. Это категория большая комната, 20 квадратов. Так как вы два мужчины, мы вам дадим двухспальную кровать и односпальную, чтобы не на одной кровати спали вместе. Но посчитаем как за два человека. То есть считается так, трехместный номер, если два человека идет, это тысячу гривен. Если это три человека, то это 1200. Если четыре, то это двухспальная и две односпальные кровати, либо двухспальная и двухъярусная. Если это с учетом на ребенка, то это 1300, четырехместный. Если это четверо взрослых, то это 1400 гривен в сутки. Но еще, конечно, у нас гибкие цены, потому что если я вижу, что у меня полный отель, то, естественно, цена поднимается. А если у меня много мест, то я спускаю цены и лавирую. С вами можно договориться. Можно договориться, тем более у меня есть гости, которые приезжают каждый год ко мне. И я уже им иду на уступки такие, чтобы... Мне просто приятно, когда они каждый год приезжают. У нас семейный бизнес, поэтому мы что в Затоке, что в Грибовке хотим, чтобы приезжали люди и возвращались к нам. И приходили. Меня радует, когда они приходят и говорят, что... Боже, мы уже приезжаем сюда как дома, Марина, мы уже тут как дома. Ну, если люди приезжают не первый год, то это же как родственники, а с родственников уже как деньги брать не в дом. Вот у меня есть гость, который приедет 3 июля, он 15 лет, у него юбилейный год. Он мне каждый год киевский тортик везет, а я ему Мироновское вино, шапское. Мы такими обмениваемся. А есть гость, который, я знаю, когда он приедет, он захочет тюльки. И я как раз 2 килограмма к приезду тюлечкой запасаюсь. Вот так вот. Здорово. Хорошо, покажите нам отель. Марин, куда мы пришли? Это номер стандарт, 3-й этаж, общий балкон. Идемте смотреть. Идемте. В номере двухспальная, кровать односпальная, кондиционер, холодильник, чайник, телевизор, Wi-Fi в каждом номере у нас заведен, стол, стульчики, посуда, есть шкаф, постельное белье, полотенчики на каждого по комплекту. Вот такой номер. Достаточно большой и просторный, да? Да. Стандарт от комфортабельного у нас отличается тем, что большое смотровое окно есть, но общий балкон. А комфортабельный чуть-чуть подороже, потому что есть выше потолок отдельное место, где посидеть. На территории есть беседки, мангалы, поэтому есть где посидеть и в стандарте. Марин, какая цена этого номера? Два человека 900 гривен, трехместное размещение 1100-1200. Так, давайте посмотрим удобство. Душевая кабина, унитаз, ну и естественно рукомойник и зеркало. Есть также еще шкафчик, где можно сложить свои вещи. Марин, я вижу, что номера свеженькие, делался недавно ремонт. Да, мы меняли полностью стояки, солнечные батареи ставили, натяжные потолочки у нас. Все по сантехнике, все новое. Стараемся, чтобы людям было чистенько, приятно дышать, комфортно на море. Это важно. Мы познакомились с гостями турбазы Ирина. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня. Марин. Марин, хай. Расскажите, пожалуйста, вам здесь нравится отдыхать? Нам здесь очень нравится отдыхать. Мы приехали почти месяц назад на три дня. Остались уже на три недели. Никак не уедем. То есть такие гости, которых нельзя выгнать, да? Да. Чем вам здесь нравится, скажите, пожалуйста? В чем секрет вот этой вот базы отдыха? Друзей. Администратор, рабочие. Они все друзья наши. Мы живем в Одессе. Мы живем на Дерибасовской. И, конечно, нам сюда приехать, это такое место силы, где мы можем побыть немножко подальше от цивилизации, вдохновиться, пообщаться с природой. Нам нравится вот эта база. Мы искали, мы долго. Мы несколько лет колесили вот по Санжейке, по Грибовке. И вот в прошлом году мы доехали сюда, и нам настолько понравилось, что мы перестали искать. Мы просто приезжаем уже сюда. Мы звоним Марине, говорим, Марина, завтра едем. Она хоть сегодня. Ваш номер готов. Вас ждет, да? Вас ждет. Сегодня утром с малым делаем йогу возле фонтана, потому что ландшафт такой позволяет сесть на траве и послушать фонтан. Здесь еще природа не так осталась. Естественная, да? Ну, вот это большой плюс. То, что, да, сейчас вот пытается, ну, бетон, плитка, а здесь выходишь по живой земле, по траве. Ты запах трав чувствуешь, цветов. Ну, кайфово очень. Мы тут просто наслаждаемся. Здесь все есть, что нам надо, а плюс всему тому очень хорошее отношение с администрацией, с директором, с мюжикой. С рабочими, да. Да, с рабочим тоже. Вова тут такой рабочий. Легендарный уже. Да, Вова, да, мы уже тоже познакомились. Саша поварит. Тут все свои. Да. Ну, вот мы здесь первый день, нам тоже друзья посоветовали это место, но вот я для себя сделаю вот такое душевное место. Вот я вот для себя вот такое сделаю характер. Вы согласны? По отношению, да. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Не буду больше отдвигать. Спасибо и вам. Счастливо. Бай. Бай. Хочу показать еще вам этот номер, третий, на первом этаже. Первый этаж у нас пользуется популярностью у семейных пар с маленькими детьми. Здесь очень удобно, уютно. Идемте посмотрим. Идемте. Как пахнут розы. Есть балкончик уютный в зелени, стол, стульчики. Да, родители могут сидеть себе отдыхать, а детки на детской площадке на батуте прыгать. Территория загороженная, и дети никуда не деваются. Или в песочнице, или возле фонтанчика. Но у меня такое ощущение, что здесь не должно быть жарко никогда, да? За счет того, что здесь зелень. Да, тень хорошая, и у нас получается восход, и восход идет за корпусом, и получается, уже когда заходит солнышко, то у нас тоже тенечек. Здесь такой номер с муцианской штукатурки. Какая красота. Двуспальная, односпальная кровать. Если люди хотят отдохнуть, то плотные шторы, которые создают тень. Blackout. Да, и тогда уже создается такой уют-комфорт, чтобы никто вам не помешал проводить время вдвоем. Также санузел, кондиционер, посуда, белые полотенечки, все есть. Шкаф. Все красиво, все стильно, все современно. Да. Так что ждем гостей, будем рады встретить всех на отдыхе. Скажите нам по цене этого номера? Два человека 1200, три человека 1350, и если, ну, допустим, четыре человека мы можем добавлять еще ламельку, то будет 1500. Некоторые люди хотят двуспальную, две односпальные, чтобы у нас заносится полноценная кровать с ортопедическим матрасом, добавляется четвертое место. Это самый максимальный сезон ценного, да? Да, это когда, допустим, четырехместных нет, а есть трехместный, с которого можно сделать четырехместный. То есть вы все на благо гостей? Да. Марин, то, что мы увидели на этом этапе, нам понравилось. Отель очень красивый, все цветет и пахнет. Расскажите нам, пожалуйста, как у вас обстоят дела с питанием? Как вы кормите своих гостей? У нас есть повар, который готовит на небольшое количество человек. Все свежее домашнее. Трехразовый комплекс завтрак, обед и ужин у одного человека стоит 300 гривен. Можно разделять. То есть отдельно завтраки 80 гривен, отдельно обеды 180 и ужины 150 гривен. То есть гость за пару часов может написать мне вайбер, мы хотим там пообедать, я ставлю на питание, в зале вас кормят, расчет в администрации. Если гость хочет какое-то индивидуальное меню, то можем подстроиться и приготовить отдельно, как под заказы, либо заменить, допустим, на, есть люди, которые мясо не едят, заменить на какой-то другой продукт, как комплекс сделать такой. Если люди не хотят питаться, у нас есть общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Могут шашлычок пожарить и приготовить, там есть микроволновка и плита. Круто. Вы нам покажете кухню? Да, конечно. Рядышком барчики, магазинчики, ресторанчики, все можно купить, все есть. Это общая кухня, там где гость может самостоятельно в любое время прийти лухашку ребенку сварить или в микроволновке что-то подогреть. И рядышком три мангала в свободном доступе, сетки шампура можно взять, скалобы. То есть этой кухней можно пользоваться свободно, доплачивать не нужно, да? Доплачивать не нужно, да. То есть тут у вас газ? Газ, микроволновка, нет, ну как бы есть пару костюля в сковородах, но лучше, конечно, посуду, если вы три раза в день будете на пять человек семью готовить, то лучше, конечно, какую-то костюльку, сковородку и лоточек взять с собой. Понятно. И еще есть общая столовая. Общая столовая, там где в зал накрывают повар. Покажете? Да. Спасибо. Идемте, я покажу вам зал, где повара накрывают комплексный завтрак обед-визу. Здесь происходит прием пищи. Мы уже пообедали, нам повезло, мы попали прямо на обед. Достаточно полноценный прием пищи, который состоял из трех блюд. Это было первое, это было второе. Салат и компот, да, как говорится? Да, а на ужин у нас всегда домашняя выпечка, мяско, корниры. То есть у вас не похудеешь, да? Да, у нас на пирожках можно похудать, откормить. Я познакомился еще с одним постояльцем базы, зовут Евгений. Привет, Евгений. Взаимно, очень приятно. Взаимному знакомству. Мне Марина сказала, что ты здесь частый гость. Сколько лет подряд ты здесь отдыхаешь? Ну, вообще, в Грибовке я уже с 92-го года знаком с этим местом, очень доволен, потому что детство пришло моё в Карлино-Бугасы, когда я познакомился с Грибовкой, я очень доволен. А именно на базе Ирина, ну, мы где-то побегали по разным базам и остановились уже 15 лет. 15 лет на базе Ирина. Чем тебя привлечает это место? Почему именно сюда ты возвращаешься? На базу или... На базу, комплектно на базу, да. Ну, во-первых, они развиваются. Это раз. Во-вторых, они полностью удовлетворяют мои все запросы. Как бы, всё, что мне нужно для моей семьи, у меня трое детей, мы здесь находим. Ты можешь рекомендовать всем друзьям и не друзьям, а подписчикам, зрителям? Я думаю, ребята, это не для рекламы, но честно, откровенно, искренне говорю вам, что вы не пожалеете. Большое спасибо. Успехов, хорошего отдыха. Приезжайте. Счастливо. Счастливо. Это номер стандарт для семьи из четырёх человек. Очень удобно. Показывайте. А чем отличается стандарт от того, в котором мы были перед этим? Стандарт отличается тем, что нет балкона, чуть-чуть меньше по высоте потолков. А так, в принципе, наличие всего в номере холодильник, телевизор, Wi-Fi, электрочайник, душ, туалет, горячая, холодная вода круглосуточно, бельё, полотенечки, стол, стульчики, посуда. Это всё есть в номере. А так, просто наличием балкона и этажностью. Стандарт у нас третий этаж, общий балкон, через который люди заходят в номер. Но птички за окном поют так же, как и... Да. Просто ещё поприятнее цена, ценовая политика, допустим, если комфортабельный с балконом 1500 в сезон, то это 1200-1300 в зависимости от того, какие детки по возрасту, либо взрослые, 4 взрослых в номере. Это максимальная цена, да? Да, да. Ну, и если заселяться меньше человек, то будет цена ниже? Да. Допустим, если два человека, сколько это будет? Если два человека в такой номер 1000, если 3200 и 4, получается 1300. Вот так вот. Ну, тоже всё зависит от того, в какой период времени заезжать. И как надолго. И как надолго. Да, как надолго. С днём рождения! Благодарю моим гостям, которые приезжают каждый год. Вы не раз за сезон, а несколько раз к нам приезжаете уже много лет подряд. Я очень рада вас видеть. И вот Шиманские мои дорогие, и вы, ваша семья. Яборские, да. Да, яборские. Да, да. Мариночка, мы вам близки и неблагодарны, потому что мы не просто едем сюда, мы едем как к человеку, близкому подругу. Большой привет вашей маме. Мы когда-то именно с мамой вашей познакомились и оказались очень близки по возрасту и по духу. Мне так приятно, что мы начинали сюда ездить, когда Вероничкой всего было хоть и как три. А сегодня ей 14 лет. 14. Все эти годы вы у вас всегда. Мы вам очень благодарны за гостеприимство, за внимание, за всё. У вас необыкновенно. И все наши друзья, все наши знакомые знают, что мы едем именно к вам. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо вам огромное. Спасибо. С днем рождения. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы на ужине узнали, что у Вероники день рождения сегодня. Да? Да. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Расти большой, красивой, счастья тебе, здоровья. Ну и всех родственников, папу, маму, бабушку. Спасибо. С этим праздником. И я еще услышал от администратора Марину, что вы здесь постоянные гости. Это так? Да. Да, это так. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет для вас этого отеля, почему вы сюда возвращаетесь? Мы с удовольствием приезжаем всегда в отель Ирина. Всегда чувствуем себя здесь в безопасности, в уюте. Мы ездим сюда уже несколько лет. Начинали еще, когда наша дочь Вероника была очень маленькой. Приезжала к нам и бабушка Вероника, ну и мы с мужем в таком составе. Еще у нас есть еще один у бабушки внук Андрюшка. Он сейчас не знает, к сожалению, но он тоже с удовольствием. Помашите Андрюшке, передайте привет. Андрюша, привет. И мы всегда с мужем с легким сердцем, вот мы оставляем на больше, чем 10 дней, 14 дней, ну как получается в отпуске, бабушку с Вероникой. И вот у нас сначала бабушка присматривала за внуками, а сейчас вот уже внуков просим присматривать за бабушкой. Внуки растут, взрослее, и мы всегда чувствуем, что с легким сердцем, например, их оставляем. Здесь всегда вкусно, готово по-домашнему. Да, я почувствовал, да. Очень вкусные номера и безопасно. И это для нас главное. Вероника, чем тебе нравится? Ты выросла на этом курорте, чем тебе здесь нравится? Ну, здесь недалеко от пляжа, здесь, ну просто нравится и все. Вкусно готовят, да? Да. Ну, раз ты растешь здесь, то хорошо, вкусно. Она здесь уже все знает, как свои пять пальцев везде в этом поселении. Поэтому очень нравится. Что-то пожелаете собственникам отеля? Развития, развиваться. Мы, как всегда, приезжаем мы, не знаем, что мы приехали, вроде в какую-то семью, обратно возвращаемся. То есть мы из Киева приезжаем, и мы здрасте. Да, близким родственникам. Очень, очень нравится здесь. Очень уютно, да. Самый хороший отель, наверное, побережье, как мне кажется. Потому что мы прошли здесь, посмотрели. И каждый раз, проходя здесь, ты понимаешь, что здесь очень хорошо. Мы живем лучше на отеле. Да, я думаю, за то время, что вы сколько раз сюда же приезжаете, вы могли бы поменять, если вам не нравилось, правильно? Даже бывает так, что мы на год приезжаем сюда не один раз, а бывает два-три раза. Пусть на 10 дней, в начале сезона, под конец сезона. Ну, вот мне хочется отметить даже территорию этого отеля. Очень уютно, все утопает в ротах. Прекрасная кухня, прекрасно девочки готовят. Всегда все исключительно по-домашнему. Всегда, как бы, с такой душенной теплотой. Очень уютные номера. В этом году вообще замечательно. В плане того, что отремонтировано все. Современный ремонт. Очень чистенько и уютно. Сама Марина, кстати, очень такой человек, который располагает. То есть она встречает с открытой душой. И вот действительно, здесь вот абсолютно правильно мои дети отметили, что мы едем не просто в отель, мы едем как к своим близким друзьям. Как к родственникам. И я вот на работе всем своим коллегам рассказываю, что в Грибовке есть такой чудесный отель. Имя, конечно, это мамы Маринкины Ирины. И когда-то мы действительно, я поэтому так и подчеркнула, познакомились сначала с мамой, а потом уже с Мариной. Она достойно взяла эстафету о маме, и мы желаем ей только процветания. И всячески стараемся как бы рекламировать этот отель среди своих друзей. Прекрасно, что вот есть такая возможность сегодня рассказать вот более такому кругу. Всему миру. Здесь очень хорошо, очень замечательно. Просто во всех отношениях. Спасибо большое. Вероника, тебя еще раз с днем рождения. Спасибо. Ну, а вам хорошего отдыха. До свидания. Пока. Спасибо. Спасибо. Желаем всем сюда приезжать. С большим удовольствием здесь встретят и обогреют, да, и угосят, и здесь прекрасный отель. Просто замечательно. Спасибо большое. Искренне желаем. До свидания. До свидания. Боже, добрый раз. Марина, я пообщался с вашими гостями. Все хвалят, во-первых, лично вас, вот, а второе, очень хвалят вашу базу отдыха. И очень много людей сюда возвращается снова, снова и снова. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет вашего успеха? Секрет нашего успеха просто. В фундамент заложили мои родители. У нас семейный бизнес. Папа у нас хозяйственник, мама у нас бухгалтер. Дети, я старшая дочка, и есть еще младшая сестра Олечка. Мы управляем администраторы. Мы очень рады гостям нашим и очень рады, когда они возвращаются к нам снова и снова. Встречать те же лица. Мы стараемся, чтобы каждый гость был доволен. Ну, а секрет это в том, что когда ты работаешь, нужно получать от этого наслаждение и работать в кайф. Поэтому люди это чувствуют и возвращаются. По вам видно, вы действительно горите работой, и по вам видно, что вам это нравится. Марин, большое спасибо. Что вы пожелаете вашим гостям уже нынешним и будущим, которые у вас по-любому будут новые? Я хочу видеть счастливые лица, когда люди отдыхают и получают удовольствие от отдыха. Когда люди умеют наслаждаться отдыхом. И самое главное, это ощущение людей, чтобы люди чувствовали, что они классно кайфуют. Не потому что от места, не потому что где они находятся, а потому что у них светло, классно в душе. Когда человеку в душе хорошо, ему везде хорошо. Ирина, большое вам спасибо. Развитие, вам просветание. Пообщавшись с гостями и сам пожив здесь уже немножечко, я понимаю, почему люди выбирают именно базу отдыха Ирины. Понравилось видео? Поддержи его лайком. Если вдруг по какой-то причине ты еще не мой подписчик, вот здесь, под видео, есть кнопочка подписаться. Нажимай на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимай на колокольчик. И тогда ты не пропустишь ни одного моего видео. Также у тебя есть возможность поделиться этим видео. Для этого под видео нажимай кнопочку поделиться и раскидывай видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Мы с вами в Грибовке на базе отдыха Ирина. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!